Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас блюдо, которое было, по-моему, всего один раз за историю моего канала. Это плов. Почему я его не снимала? Потому что, если честно, я не очень люблю плов. Но так как он дома уже был после моей днюхи, которую мы не отмечали, просто приготовили плов, я решила, почему бы нет. Сниму-ка я плов. Все просто просят разнообразие, разнообразие. Но, вот сказать честно, не все блюда я люблю. Есть некие блюда, которые я, например, сама тоже не ем. Но в этот раз плов получился очень вкусный, жирный. Я обожаю, когда много масла. Сегодня обязательно выйдет видеовлог. Я день рождения не отмечала пока что. Так что с подружками, Шелли, Жали, Садет. Со всеми отдельно я обязательно отмечу. Посидим где-то, поболтаем, потанцуем. Ой, забыла опять задуть свечку. С днем рождения меня. Опять загадываю желание. Наверное, то же самое желание. Готово. Готово. Можно дальше есть. Вот. Вчера жена двоюродного брата должна была к нам придя. Они стерилизовали свою кошечку. И кошка себя ужасно чувствовала. То есть, оказывается, среди кошек тоже есть животные, которые плохо переносят наркоз. Так вам на заметочку. Плюс, Первана решила вести врача. Первана решила вести кошечку в хорошую, супер дорогую клинику. И уже который раз они разочаровываются в этой клинике. Я вам рассказывала про ветеринары, которые делали кастрацию для моего Твикса. Он очень безответственный. Но, когда он делает что-то, например, какую-то процедуру или какое-то лечение, оно всегда бывает эффективным. Даже, вы знаете, такое ощущение, что у него легкая рука. То есть, у него видно, что он любит животных. Ну, я вам рассказывала, да. Недавно, когда у Твикса было, извиняюсь, не к столу по нос. Записал меня в 12. Потом лег спать. Я целый день звонила ему. Он не брал трубки. Короче, целая история была. А эти всегда как бы везут Сонечку, это их кошечка, к очень хорошему врачу в дорогую клинику. И один раз, когда ей делали там стрижку или что-то такое, или УЗИ, извиняюсь, не к столу, отрезали сисечку. А в этот раз в ужасном состоянии просто кошка еле откачали. Тот же врач, который допустил первую ошибку. Такое ощущение, что у врача просто тяжелая рука. Поэтому сказать, что идите в дорогую клинику, там все сделают вам отлично, тоже непонятно. Возможно, просто животное очень плохо переносит наркоз. Ну, в общем-то, целая история была. Естественно, не до дня рождения мне было. А еще сегодня утром мне звонят люди, которые забыли меня поздравить вчера. И первое, что они говорят, извини, я забыла про твой день рождения. Я не понимаю людей, которые обижаются на это. Я вообще не обижаюсь. Например, кто-то забыл меня поздравить. Да вообще люди, которые не выставляют в инстаграме, в истории, что у меня сегодня день рождения. Вообще не вспоминаю. И до меня не доходит, когда люди на такие вещи обижаются. Честно, я не обижаюсь ни на кого. Жили мне звонит вечером. Говорит, Айка, я в течение дня забыла тебя поздравить. Только сейчас увидела видео твое в ютюбе и вспомнила. Решила тебе позвонить. Ты на меня не обижаешься? Я говорю, ты с ума сошла? Что здесь такого? Конечно, говорю, не обижаюсь. У меня у самой куриная память. У меня есть двоюродный брат, который вечно нас всех поздравляет. Я не понимаю, как он все это запоминает. Он всегда все помнит. И вот на мой день рождения где-то в 10 утра у меня звонит. А я еще спала. Мне в очередной раз так стыдно стало. Я сначала записывала в тетрадке все дни рождения, чтобы потом вспоминать. А оказывается, я просто забываю открывать эту тетрадку. Потом в календаре, в телефоне решила сделать напоминалку. А потом мы этот телефон продали. Короче, не судьба мне. Я так помню человек 10, у кого когда день рождения. Помню у брата, когда день рождения, у двоюродного. Ну, в общем, с теми, с кем я тесно общаюсь, я, конечно, помню. И вот людям, которых я не поздравляла с днем рождения, когда они меня поздравляют, мне становится настолько стыдно. Я чувствую себя прям скотиной. У вас тоже так? Напишите, пожалуйста, в комментариях. У меня лично так. Я себя чувствую прям очень плохим человеком. Что я вот эти поздравления не заслужила. А еще я купила себе вот такие сережки. Хотя мама была против. Мама говорит, ты все равно свое золото не носишь, у тебя все лежит. Зачем покупать еще? А мне хочется. Для меня золото, это не только украшение, но и очень хорошая инвестиция. Я знаю, многие из вас не согласятся с этим, потому что покупаем мы золото, украшение, ювелирку дорого. А продаем потом дешевле. Но нет, я не согласна с вами, потому что золото с каждым нем дорожает. Если взять, например, когда я в универе училась 5-6 лет назад, когда я была на первом курсе золота, стоило 35 монат за грамм. Сейчас стоит 95. То есть золото поднялось ровно в 3 раза. Я понимаю, что инфляция, девальвация и все дела. Но все, что угодно. Покупаем мы телефоны, Apple Watch, технику, одежду. Понятное дело, что через 5 лет мы за 5 копеек не сможем это все продать. Поэтому я отношусь к золоту с особой любовью. Поэтому решила купить себе сережки. Взяла специально с хорошей застежкой. Во влоге поближе вам покажу. Там были еще одни серьги, между которыми я сомневалась. С камушками. Три камушка. Огромный выбор сережек. Но самый главный фактор для меня при покупке, это была хорошая застежка. Однажды мы с братом, с моим родным, решили сделать маме подарок. Купили ей комплект. Сережки такие с висюлькой. Красивые очень. Кстати, рецепт на такой тортик я вам оставлю в инфобоксе. Правда, там мы украшали немножко по-другому, но очень вкусно. Так вот, купили маме комплект. Маме очень понравился. Там было кольцо, кулон и сережки, по-моему, и золото. Вроде как смотришь, украшение массивное. Ну, что касается сережек, это просто беда с застежкой. Она просто была никакая. Вот чуть-чуть вот так вот дернешь, например, да, свитер или что угодно, сережка на полу. Поэтому для меня самым главным фактором при выборе сережек было вес. Чтобы сережки были тяжелые, с хорошей застежкой. Поэтому я сразу говорила, что мне, пожалуйста, сережки минимум 4 грамма. Эти 4 с чем-то, ну, в общем, поближе во влоге вам покажу. И самая главная толстая часть как раз-таки здесь застежка. Потому что передняя часть как сеточка. Здесь вообще почти золото не использовано. То есть для меня самая главная практичность. Чтобы не ломалась каждый день. Вот встала, сплю в них и все дела. Я что-то хотела сказать, мысли потеряла. Начала говорить вообще про другое. Я вообще, когда монтирую, мне столько всего хочется добавить к своему рассказу. Каждую секунду хочется минуточку дисклеймер. Иногда бывает, я рассказываю историю. Я-то думаю, что я правильно рассказала. При монтаже я говорю, блин, я тут не так сказала. Вообще-то история была немножко по-другому, например, да. То есть неправильно выразила свою мысль. Я еще ем. А, что я хотела сказать, я вспомнила. Однажды мое золото очень меня выручило. У моего брата были проблемы со здоровьем. Ему была нужна очень срочная операция. И денег не было. А у меня был такой характер. Каждый раз, когда родители мне давали денежку. Или на столовую, или еще на что-то. Я покупала себе какие-то небольшие ювелирные изделия. Прямо с самого детства. И вот когда у нас не было денег, и моему брату нужна была срочная операция. Что я сделала? Я просто взяла все свое золото и продала. И получила шикарную сумму денег. Я покупала это все, когда это все стоило копейки. Когда я еще в школу ходила, там между бижутерией и золотом была не настолько большая разница. То есть, как сейчас, да? Тогда золото стоило очень дешево. И буквально месяц могла подкопить денежку. И купить себе колечко какое-то, например, да? Конечно, не дай бог в жизни такие ситуации. Дай бог, чтобы у нас наши близкие были здоровы. Чтобы никогда не было такой нужды в деньгах. Но в любом случае, никто из нас не застрахован. И именно в таких случаях нам помогает наше золото. Мы взяли, продали, получили денежку. Как-то так. Я наелась. Было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. А с вами была Айка. Пока.